Здравствуйте, друзья! Сайт «Восточный вариант» начинает новый проект, который называется «Солнце Украины встает на Донбассе». В этом проекте мы рассказываем о небольших предпринимателях, переселенцах, а также тех, кто с самого начала жил и работал на подконтрольной территории, которые живут в Донецкой, Луганской областях и занимаются небольшим производством то ли товаров, то ли услуг. Существует стереотип о том, что Донбасс – это край тяжелой промышленности, что здесь все работают на шахтах, на крупных заводах с многотысячными коллективами. Но на самом деле это уже далеко не так, и в том числе здесь есть и вот такие небольшие предприятия и мелкие предприниматели, которые не побоялись рискнуть и открыть свое дело. И сегодня мы расскажем о таком предприятии, о предпринимателях-переселенцах, которые приехали с неподконтрольной территории в 2014 году, оставили свою обычную жизнь и переехали в город Дружковку, где открыли небольшое кондитерское производство, а также производство кофе. У меня за спиной вы видите магазин, который называется «Каба Виль», именно здесь они обжаривают кофейные зерна. Сейчас мы поговорим с владельцем этого бизнеса Натальей Рак, которая расскажет, как у нее это получилось. Жили до 2014 года в Донецке. Когда начались боевые действия, мы поняли, что нужно уезжать, вывозить детей и поехали, куда ехать, к родителям. Мы, как и многие из нас, из Дончан уезжали ненадолго, думали, что все это закончится быстренько. Мы ехали в отпуск на две недели. Ну, так получилось, что затянулся наш отпуск на более чем пять лет. Осень 2014 года – это был такой сложный переломный момент, когда мы поняли, что возврата домой в Донецк, видимо, не будет, скоро не будет, и нужно начинать жить на новом месте. Я вспомнила про свое хобби. Мы в 2012 году, когда мы еще жили в Донецке, я сходила на мастер-класс к девушке замечательно, где меня научили выпекать и расписывать пряники. И я решила для своей семьи это сделать. То есть испекла партию, буквально из того, что была у мамы на кухне, печка образца 1984 года, дружковская, кстати, тоже Грета. И мы сфотографировали, мы говорили, давай сфоткаем. Я выложила на Facebook, но мне же хотелось, чтобы похвастаться, чтобы меня похвалили. И пошли в комментарии. Ой, тебе нужно уже продавать, тебе нужно пробовать. Ну, конечно, первые заказы очень отличались от того, что сейчас мы делаем. Муж помог высчитать калькуляцию. Когда он говорил, почему продавать? Какой рецепт? Я не помню. Щепотка того, чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Он говорит, не говорит, мы так не сможем все это делать. Давай, я кладу. Он с весами, с блокнотиком взвешивает все это. И так мы высчитали себе стоимость, делали небольшую наценку. Ну, это сейчас я понимаю, что небольшая. И дома вот тогда, накануне 2015 года нового, мы заработали что-то около 4000 гривен. Я поняла, что это действительно может быть источником доходов. Когда предприниматели-переселенцы решили развивать свой бизнес, сразу же встал финансовый вопрос. Для запуска полноценного производства нужен был стартовый капитал. Найти его помогли грантовые организации, которые бесплатно выделили начинающим бизнесменам оборудование для запуска своего дела. Так возникло производство кондитерской продукции под торговой маркой «Пряний Виль». Мы поняли, что надо расти дальше, развиваться, искать финансы. Потому что понятно было, что дома этим заниматься, во-первых, неудобно, во-вторых, нельзя. Это все-таки как пищевое производство. И мы тогда друзья-волонтеры дружковские подсказали, что международные организации дают финансирование, гаранты. И можно написать бизнес-план, защитить его, и если повезет, то оборудование, либо деньгами. Но весной 2015 года это была международная организация миграции. Мы написали свой первый бизнес-план. Пришли, помню, на защиту. Муж рассказывал, я показывала пряники, как это выглядит. Конечно, мы их тогда поразили. Они в нас поверили. И мы от МОМа получили печку электрическую и тесто-раскаточную машину. Осенью 2016 года мы уже взяли двух помощниц и уже работали втроем на организованной территории. Это уже была такая полноценная мини-пекарня с оборудованием серьезным. Тогда мы уже мебель профессиональную закупили, тестомест. Тогда появилась вторая печка, большая, уже профессиональная. Продукция, которую изготавливают предприниматели, настолько пришлась по душе клиентам, что заказывать выпечку стали даже крупные компании. Хозяйка бизнеса рассказывает, что именно первый крупный заказ придал ей уверенности в своих силах, убедил ее расширить ассортимент и увеличить объемы производства. Я всегда вспоминаю наш первый заказ, такой массовый. В 2015 году, когда мы еще работали на родительской кухне, позвонили тоже так, нас из рук в руки передали. Позвонили представители в Киеве, благотворительная организация. Они организовывали фестиваль для детей, участников АТО. И они заказали пряники в форме воздушных шаров, летающие аппараты, вот эти аэростаты. Можете нам сделать? Мы говорим, можем. Сколько штук? 200, я думаю, как 200? Где их делать? Ну, кухня, да, мы начали считать, сколько. Это маленькая печечка. В печку заходит за раз 6 пряников. И мы считаем, сколько вот надо было, да, вытащить, засунуть, вытащить, расписать. Мы справились с тем заказом. Конечно, это был такой вызов, который, выводы, самые главные, которые мы сделали, что надо выходить из квартиры, надо искать помещение, и вот, и это уже будет производство. И мы, помимо пряников, стали предлагать еще зефир, меренги, птичье молоко, то есть другие виды десертов, которые тоже, они вот, производятся в Преневиле, да, а продаются вот вместе с кофе. Со временем начинающие предприниматели решили не ограничиваться производством кондитерской продукции и стали пробовать новые направления. Так, помимо выпечки пряников, переселенцы стали заниматься производством кофе. Мы закупаем у оптового поставщика, мы закупаем в зернах мешки кофе, да, зеленое зерно, и затем обжариваем здесь на своем аппарате, это ростер для обжарки кофе. Здесь кофе превращается, кофейные зерна зеленые превращаются вот в тот самый ароматный продукт, который мы фасуем здесь же, да, вот в такие упаковочки. Упаковочки у нас 100-250 граммов и килограммовые, и здесь уже отправляются к конечному потребителю, будь ты партнер наш, который кофейня, да, либо просто любители кофе, которые могут купить на месте. Супруги-переселенцы своим примером опровергают известный стереотип о том, что в прифронтовых районах запустить бизнес очень тяжело. Люди не испугались трудностей и рисков и смогли наладить производство даже в небольшой дружковке. Предприниматели уверены, что желание и труд позволят добиться успеха, даже несмотря на трудности и препятствия. Когда есть желание, то и возможности всегда найдутся, да, заходят грантовые программы, то, что касается финансирования, сейчас кредитные программы от государства есть, то есть нужно просто смотреть, постоянно искать, и, что немаловажно, общаться вот с такими же людьми, которые хотят создавать и создают что-то свое. Вот такой кофе мы приобрели сегодня в этом магазине в Дружковке. Согласитесь, настоящая экзотика, суровый донбасский кофе. Не каждый день удается приобрести кофе, произведенный в нескольких десятках километрах от линии фронта, где до сих пор идут бои. И очень важно и символично, что этот бизнес здесь открыли именно переселенцы, люди, которые приехали сюда и буквально с нуля создали производство, создали новые рабочие места и позволяют теперь вот этому городу развиваться, помогают ему развиваться. Это была первая серия нашего нового проекта. Мы и дальше будем рассказывать вам о таких вот небольших бизнесах, о людях, которые сегодня развивают на Донбассе свое дело. Подписывайтесь на канал, смотрите нас дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова